Над входом в Спасо-Преображенский храм реабилитационного центра станицы Темнолеской можно прочесть удивительные в своей простоте и силе слова. У Бога все живы. Значит, у каждого есть надежда, если есть вера. По благословению Владыки Феофана, епископа Ставропольского Владикавказского, в 2004 году был открыт реабилитационный центр в станице Темнолеской. Это был бывший ученический кульстан, в котором раньше в социалистическое время студенты проходили практику. А когда мы туда въехали и начали жить, он был в разграбленном состоянии. Там не было ни окон, ни дверей, не было света, не было газа. И нам приходилось выживать. Благодаря духовенству, которое нам помогало и духовно, и морально приезжало, поддерживало. И благодаря Господу Богу мы выжили. И постепенно начали открывать реабилитационные центры в Ставропольском крае. Так были открыты консультационные пункты, реабилитационные центры в городе Невиномысске, в городе Михайловске, в городе Новоалександровске, Новопаловске. И сейчас, на данный момент, будет открыт консультационный пункт в селе Константиновска на Кавминводах. Масса людей из Кавминвод приезжает и просится попасть к нам на реабилитацию. Но их без подготовки не рекомендуется брать. Потому что в самом начале, когда мы начинали нашу деятельность, к примеру, если приезжало из какого-то города несколько человек, которые знали друг друга и начинали вспоминать о старых связях, о старых знакомствах, то они сколачивались в какие-то группки и приходилось их рассоединять. И так люди начинали спасаться. На данный момент мы имеем 84 человека на довольствие с разных городов. Есть люди из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Астрахани. И эти люди проходят реабилитацию. Смысл реабилитации состоит в том, чтобы человек становился православным верующим. Суббота, воскресенье обязательно посещение храма. Есть распорядок дня, куда входит чтение Евангелия, чтение Святых Писаний. И также приезжают священники, которые проводят литургии, молебны и разговаривают с людьми, которые были в прошлом наркозависимы. Мы занимаемся профилактикой в учебных заведениях, потому что сейчас наркомана очень трудно вытащить, оторвать от круга общения, от той жизни, где он жил. И люди просто не хотят спасаться, потому что все доступно. И мы начали работать на упреждение, чтобы в учебных заведениях, в школах, в институтах, в ПТУ, в институтах военных. Мы показываем видеофильмы с правдивыми фактами о истории наркомании. И также наши ребята, которые прошли круги ада и этой жизни, они выступают и рассказывают о том, что с ними происходило, и как они в это попали. И очень хорошо внимают и слушают. И есть масса людей, которые уже приходят в храм, которые начинают причащаться, исповедуются. И есть в этом смысл. Даже одна девушка, восьмиклассница, после выступления отдала коробку анаши. Все время, когда я употреблял наркотики, я знал, я понимал, что я не родился наркоманом. Меня родители не воспитали для того, чтобы я умер на их глазах. И осознавая это, я искал всякие пути. Я ездил в клиники, я ездил во всевозможные больницы. В психушках лежал, но это не помогало. Но в конце концов, я совершенно случайно увидел по телевизору, что существуют православные центра реабилитационные, в которых спасаются такие же ребята, такие же зависимые наркоманы, как и я. Я обратился, позвонил, приехал. Пообщавшись с ребятами, я увидел, что есть свет, есть надежда. Посмотрел на их лица, на их внешний вид. Я понял, что все равно они когда-то кололись, потому что след отпечаток наркотиков остается. Отдался воле Божьей, доверил свою дальнейшую жизнь церкви православной. И сейчас я очень доволен, сейчас я сам помогаю таким же наркозависимым ребятам. Рассказываю, поясняю, объясняю, что есть выход, есть спасение через православную церковь. Ну, жил нормально пока, но начал курить коноплю. Потом колоться начал. Ну, в общей сложности, полжизни своей, проупотреблял наркотики всякие. Был в лечебницах всяких. Ну, не помогло после лечебницы, еще больше просто начинал колоться. Потом узнал, что в Темнолеско есть такая обитель. Собирался туда долго, ну, как и каждый наркоман. Когда его кумарит, он хочет уколоться, как уколется, хочет перекумарить. Ну, потом прижало все-таки, что уже все от меня отвернулись как бы. Ну, опустился я, поехал мне в Винку. Там в храм месяц послушался, ездил. Затем поехал в Центр. И сейчас уже два года живу и радуюсь. Не надо мне, меня не кумарит, мне нормально. Спасибо огромное Владыке Феофану. Отцу Игорю подосить никого. На Опашину Николаю. Ну, выход есть. Вот я с помощью Бога. Живую радуюсь. Не колюсь, не курю, не пью. Слава Богу за все. Хотелось бы сказать родителям, а вот детям, которые попали в такую зависимость. Прошу вас, пожалуйста, потому что дети, знаете, они начнут использовать вас в своих целях. И они будут выпрашивать финансы. Они будут просить, чтобы вы даже покупали им наркотики. Не делайте этого никогда. Не пытайтесь давать им таблетки, которые могут их там успокоить. Потому что это все бессмысленно. Единственная возможность, это просто обратиться к Богу. И единственное, это может спасти и изменить человека. И не идите на поводу у ваших детей. Потому что сколько есть случаев, когда родители давали деньги на наркотики, а дети употребляли и потом умирали. И потом родители не могли найти себе места. Наши ребята, которые прошли реабилитацию, они начинают работать над тем, чтобы получать ответственность себе. И проводят консультации при храмах в различных городах. И приходят, бывает, и 20, и 30 человек. И знаете, масса родителей говорят о том, что это не моя проблема, это проблема моего сына или дочери. Пусть она идет на консультацию, пусть он идет в храм, пусть он идет на реабилитацию. Но знаете, мы считаем, что помощь нужна и созависимым. Помощь нужна и родителям. Потому что, когда дети испытывали кайф и кололись, и получали наслаждение, то родители получали проблемы, получали нервотрепки, получали проблемы со здоровьем. И хотелось бы сказать о том, что если есть у кого-то желание вылезти, выкарабкаться, то вы можете прийти в храм, и там вам помогут.